Дневной разворот Козьма Прудков, Юнкер Шмидт, честное слово, лето возвратится. Снова? Да. Будем надеяться на это, да? Ну да. И кроме того, сегодня еще такая замечательная совершенно дата, так юмористически немножко переосмысленная нашими журналистами, День защиты детей от холода. Вот, все эти всемирный День защиты детей. У нас, так сказать, в России в этот день как бы считается традиционно, что дети переходят на беспривязное содержание. Начинаются летние каникулы. Мне кажется, самое вот такое беспокойное время, да, потому что если весной, зимой, осенью они по таким конкретным маршрутам ходят, да, до школы, до спортивной секции, до музыкальной школы и обратно, то сейчас они выходят на совершенно такой вольный график. И где их можно только встретить, никому неизвестно. Я думаю, что как раз по этому поводу у нас сегодня и гостья. Да, ведь, Ань? Наверное. Но мы сейчас узнаем у нее. Мария Шеляева, заместитель начальника отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения управления ГИБДД по Кировской области подполковник полиции. Добрый день. Добрый день. Мария Шеляева. Добрый день. Будем говорить о безопасности детей на дорогах в летние каникулы. Ну, коснемся еще и профилактической работы. Мария Владимировна вот пришла просто вдохновленная результатами российского, я не знаю, это чемпионат, соревнования. Финал, видимо, был, да, российский? Это российский финал, но дальше у нас команда победительницы выходит на европейские соревнования. На европейские соревнования, да? Это европейский уровень. В этом году у нас победителем стала команда из Тюменской области, и они будут представлять Российскую Федерацию на европейских соревнованиях и безопасное колесо. Ну, так, для справки скажу, что с 21 по 28 мая в Краснодарском крае во всероссийском детском центре «Орленок» проходил всероссийский этап конкурса «Безопасное колесо». В нем принимали участие 84 субъекта Российской Федерации и команда Кировской области, которая стала победителем на областном этапе, вошла в десятку призеров, в десятку лидеров, заняв седьмое место. Кроме того, в личном первенстве наша девочка вошла тоже в десятку лучших и заняла пятое место. И наша область представляла гимназию «Успех» города Кирова под руководством директора Кащеева Елены Анатольевны. А возраст какой наших победителей? Возраст детей 9-10 лет. Ой, какие молодцы. Это малыши. Это вообще, получается, начальная школа еще или уже первый класс? Это пятый класс. 9-10 лет, пятый класс? Ну, вот кто-то идет пятиклассники, кто-то идет четвероклассники. Ну, у всех по-разному возраст идет. Но мы, надо сказать, что достаточно успешно выступаем на этих соревнованиях, и у нас в Кировской области проходят очень успешно эти тоже соревнования. Они у нас в осенний период обычно проходят, когда дети уже вернулись с каникул. И, допустим, во Владивостоке мы два года назад тоже вошли в десятку лучших, но заняли тогда девятое место. А здесь мы, можно сказать, собрали все награды, какие только возможно. Ну, и в целом, если говорить о Российской Федерации, то Российская Федерация тоже всегда входит в тройку лидеров. Вот уже на европейском уровне, да? То есть там не такое большое количество команд, не 84, а порядка 20 команд бывает, от 15 до 20. И на европейском уровне наша команда, Российская Федерация, тоже занимает призовые места. Но тут уже входит в тройку. Тут уже только тройка идет. А вот еще вопрос, Мария, в чем там они соревновались-то? Ну, у них программа достаточно обширная. То есть там почти неделю продолжается, да? Да, неделю, то есть в день проходит два конкурса обычно. Открытие-закрытие, два конкурса. И здесь уже дети показывают свои знания по правилам дорожного движения, но не как на сдачу ПДД, а намного сложнее. То есть если мы сдаем обычно на водительское удостоверение-то... Да, мы сидим за компьютером, мы нажимаем, выбираем варианты ответа. У детей все сложнее. Им на экране высвечивается вопрос, фото-вопрос, касающийся правил дорожного движения. Они должны за 20-30 секунд в зависимости от вопроса выбрать правильный ответ и нажать кнопку. Это все на экране, на большом высвечивается. Причем ситуация различная. Ну, например, был такой вопрос, который даже в ПДД еще у нас не прописан. Как нужно переходить проезжую часть на моноколесе? Так. А моноколесо — это что? Вопрос, да? Давайте расскажем тем, кто не знает. Новые технические средства, которые сейчас родители очень часто покупают своим детям. Это гироскутеры, моноколеса, ну и скидки. Ну, такая самодвижка такая, да? Да, это одно колесо, можно сказать, полвелосипеда, грубо говоря. Ну вот исходя из логики, значит, раз это полвелосипеда, значит, перед пешеходным переходом, что должны сделать? Спешиться. Взять моноколесо в руки и пройти, пересечь проезжую часть. Но я вам хочу сказать, что нигде это не прописано в правилах дорожного движения. А если вы наберете в интернете, чаще всего написано, что вы можете переезжать пешеходный переход. То есть это неправильный ответ, переезжать? Да, неправильный. Все-таки вы должны взять в руки и перейти в проезжую часть. Ну вот примерно такие вот вопросы, такого уровня достаточно высокого. Как интересно. Это правило дорожного движения. Слушайте, ну вообще ведь велосипедист, который ездит не по проезжей части, а по тротуару, он, я так понимаю, пешеходом считается? Нет, это велосипедист. И его поведение должно регулироваться правилами движения для пешехода, нет? Нет, это велосипедист в любом случае. Единственное, что, конечно, по тротуарам ездить нежелательно. Согласна. И не создавать помех для других участников дорожного движения, то есть мы имеем в виду для пешеходов. Но ребенку на проезжую часть нельзя? Ни в коем случае. Ребенку можно ездить только по закрытым площадкам на каких-то территориях, и мы рекомендуем это делать. И даже если ребенку 14 лет исполнилось, и он имеет право выезжать на проезжую часть, то в больших городах, как в Кирове, мы все-таки с 14 лет тоже не рекомендуем выезжать на проезжую часть. Согласитесь, нам самим страшно бывает, если мы едем на велосипеде. Ну и защита в обязательном порядке. На коленнике, на локотнике, шлемы. Все дети, которые являются участниками вот этих соревнований, что на областном уровне, что на всероссийском, они все защищены. Но это уже к следующему этапу, если мы перейдем. То есть дети у нас велосипедисты. Соответственно, они должны показать в двух отдельных этапах свои навыки умения владеть велосипедом. Первое — это фигурное вождение велосипеда. То есть очень много различных фигурок, так скажем, которые не должны пройти. Ну, например, заехать на дощечку шириной 10 сантиметров. Слушайте, так им после этого права давать нужно. Это сложнее, чем автодром, между прочим. Я вот об этом как раз подумал, да. Да, восьмерка, желобок, очень много конкурсов, очень много фигурок и определенное количество времени. То есть здесь тоже вот это следующий этап. Далее, чтобы дети знали еще и как себя вести на проезжей части, есть конкурс «Автогородок». Вот как раз на «Автогородке» мы вошли в прессы, тоже пятое место заняли, набрали всего три штрафа. То есть здесь уже дети выбирают маршрут безопасный, по которому они двигаются, им дается карта. Перед началом буквально за несколько секунд они двигаются с соблюдением правил дорожного движения. Все знаки, естественно, рукой направо-налево повороты, плюс сигналы-светофоры. И маршрут должен быть и безопасным, и быстрым, потому что тебе дается определенное количество времени. К сожалению, у нас одна девочка пересекла черту после звонка. Вот прям сигнал, и она пересекает два балла штрафа. Мы набрали все три. Жестко там все договорились. Очень жестко. Медицина. Здесь наши дети вообще тоже великолепный результат показали. Это оказание первой помощи? Да. Этап называется «Медицина, первая доврачебная помощь». Естественно, что у них там полный алгоритм ответа, начиная с того, что я смотрю за состоянием пациента, угрожающей жизни, здоровью, травм нету, подхожу, надеваю перчатки, и начинаю там что-то делать и так далее, и заканчиваю. Ну, то есть они это рассказывают? Рассказывают. Рассказывают, не на практике. И показывают, да? Да, говорят и показывают. То есть, допустим, как нужно транспортировать больного, что перед этим перелом позвоночника, есть ли шея что-то, есть ли какое-то кровотечение и так далее. Мы занимались, конечно, с детьми очень плотно, с медициной катастроф обязательно. Мы с ними разбирали, они были на занятиях. Мы им очень благодарны за такую помощь. Очень жаль, что медицинная катастрофа не проводит такие занятия для взрослых. Я бы записалась, я бы в первых рядах туда пошла. Вот, ну, дети были очень подкованы, поэтому опять мы по медицине тоже вошли в десятку лучших. Ну, и ОБЖ, это основа безопасности жизнедеятельности. Здесь мы как раз говорили о безопасных маршрутах передвижения. То есть, как безопасно переходить из точки А в точку Б, как соблюдать эти правила, как найти безопасный маршрут. То есть, здесь тоже всё это проверялось. Ну, и творческий конкурс, как обычно, гидбригада. Вот, вот такие успехи у нас в этом году. А теперь о приятном, что они получают за это. Вот детей мотивируют, что участвовать в соревнованиях? Ну, я думаю, что то, что вот они входят в отряды юных инспекторов движения, это таким образом называется, они, естественно, во-первых, подтягивают свою базу. Они великолепно владеют навыками управления велосипедом, что тоже им даёт определённый авторитет среди своих сверстников. Они участвуют у нас в повседневной деятельности, в различных рейдах. Они также точно вместе с сотрудниками госавтоинспекции выходят следить за участниками дорожного движения. Вот эти уже ребятки 9-летние вместе. В жилетках обязательно, да? Обязательно, в жилетках, да. Они принимают участие в различных акциях и так далее. То есть движение ЮИД, юные инспекторы движения, уже у нас в России 45 лет. В этом году как раз вот исполнилось. У нас на территории Кировской области 180 таких отрядов юных инспекторов движения, и в них обучается у нас более 2000 детей, двух с половиной. То есть её можно сравнить вот эту организацию с пионерской организацией, например. Ну, в своё время была ещё ЮДЭМ, я помню, Юная Друзья Милиции просто называлась. Есть, но я даже не помню. Да, они есть, я думаю, что... Но вот мы вот развиваем такое своё движение, юные инспекторы движения, и оно действительно набирает обороты. Очень популярно у нас и в школах занимаются педагоги, за что мы им тоже очень благодарны, потому что они огромнейший вклад носят. К сожалению, всех сотрудников госавтоинспекции не хватит на каждую школу. А этим занимаются педагоги под нашим чётким руководством. И к тому же, Аня, я думаю, значит, сладкого. Слушай, вот если они такие вещи проходят, они потом на права, по-моему, сдают уже, не открывая глаз. Вот у меня вопрос. Да, да, да. То есть есть какие-то преференции потом? Нет, преференции нет. У них уже просто такой опыт, что им это легко будет. Да, совершенно верно. То есть они вот, допустим, у нас ребятки, когда обучались, вот мы ходили в автошколу с ними, занимались, у нас одна девочка уже сдала на категорию Б без проблем, вторая вообще на С. Ей случайно запустили программу по категории С, и она сдала без ошибок. Всё, по теорике теорию, да, сдала? Теорию, да. Она представила ребёнка за рулём грузовика. Нет, ну смотрите, помимо того, что вот у нас малыши-таки входят в движение и вид, у нас ведь есть ещё и более старшие дети от 14 до 17 лет, и они уже занимаются в детско-юношеских автомобильных школах. И буквально недавно, в апреле месяце, мы впервые, Кировская область приняла участие во всероссийских соревнованиях детских и юношеских автомобильных школ. Ну, достаточно успешно, не так, конечно, как здесь. Мы заняли 16-е место, но это был первый опыт. До этого мы никогда не ездили на такие соревнования. Ну и 16-е место в России, это не так и мало, в любом случае, 85 регионов у нас. Да, вот, и поэтому я думаю, что, закончив, допустим, вот с этим движением, да, с велосипедами, можем плавно переходить и обучать детей уже на водительское удостоверение, на право управления транспортом уже автомобилями. То есть преемственность такая у нас есть. Хотелось бы это... Ну, в детском саду они начинают, там пока нет у нас юидовцев маленьких, но они готовятся и может стать. Понятно. Ну, вот за безопасность этих ребят, которые работают с вами, я бы сказала, работают и учатся, да, я в некотором смысле спокойна. А вот за всех остальных детей не очень. Вот, и о них мы поговорим сейчас после небольшого перерыва. Программа «Дневной разворот» продолжается. В студии по-прежнему Анна Лапшина и Николай Голиков. Наша гостья Мария Шиляева. Управление ГИБДД по Кировской области. Говорим о детской безопасности. Да, к сожалению, проблема детского дорожно-транспортного травматизма достаточно актуальна для всей Российской Федерации. Представьте, что ежедневно, ежедневно на дорогах России гибнет двое детей, и более 50 получают травмы различной степени тяжести. Подводя итог каждого года, мы, к сожалению, констатируем очень печальную статистику. А по Кировской области она какая? Ну, вот в целом в России погибает за год целая школа. В 2017 году в России погибло 713 детей. Это именно в результате дорожно-транспортных происшествий? Да, в результате дорожно-транспортных происшествий на территории Российской Федерации. Это несколько детских садов, одна крупная школа. На территории Кировской области в 2017 году было 4 погибших ребенка и 197 травмированных. На сегодняшний день у нас уже один ребенок в автомобильной аварии погиб. И 67 получили травмы различной степени тяжести. Вот я смотрю, Владимир Сметанин не так давно делал у нас новость. Как раз, видимо, основываясь на вашей статистике, в середине мая он говорил о том, что в январе, феврале, марте и апреле пострадали в автоавариях 27 пешеходов и 26 несовершеннолетних пассажиров. То есть, я так понимаю, за две недели еще на 10 человек увеличилось, да? Да, к сожалению, вот у нас летние месяцы, май, июнь, июль и август, приносят нам примерно 55% всех дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Вот эти 4 месяца. 4 месяца дают половину. Почему, я думаю, что все догадываемся, потому что именно в эти месяцы дети предоставлены сами себе. Дети очень много путешествуют с родителями. На машинах. На машинах, да. Если брать в целом статистику, то у нас два ведущих вида, две категории участников дорожного движения, которые чаще всего получают травмы, это дети-пешеходы и дети-пассажиры. Если мы анализировали за последние 5 лет, то вот количество пассажиров и пешеходов, пострадавших, у нас примерно одинаковое. Но год от года эта цифра варьируется. То есть, если в прошлом году у нас в основном были пострадавшие дети-пешеходы, то в этом году, к сожалению, дети-пассажиры. Что удивительно, потому что еще ведь лето не начиналось. Я смотрю по цифрам, которые у Владимира упомянуты. Январь, февраль, март, апрель – это зимние месяцы. Ты не очень попутешествуешь на машине, потому что школа, учеба… Собственно, нет, но школа вот только что закончилась. Да. То есть, как бы вот опасный период, мне кажется, самый-то опасный период только начинается. Только начинается. Вот в мае месяц у нас как раз нам дает всплеск, чаще всего это дети-пассажиры. Дальше выходит июль месяц, где тоже очень много детей путешествует, и они начинают попадать с родителями в дорожно-транспортное происшествие. При этом я хочу сказать, что за последние пять лет количество пострадавших детей, которые перевозили в салонах автомобилей без детских удерживающих устройств, сократилось в два раза. Но водители, усаживая ребенка в детское кресло, считают, что все, он в безопасности. Отнюдь нет. От поведения водителя очень многое зависит. И родитель, который начинает лихачить, маневрировать в нарушении правил дорожного движения, забывает о том, что он не только за себя отвечает. Если мы не жаль своего здоровья, своей жизни, то он должен помнить, что рядом с ним ребенок. Плюс ко всему у нас есть и другие участники дорожного движения, в их автомобилях могут тоже находиться дети. У нас нередко происходят такие ДТП, где в каждой машине находится по два, по три ребенка. И они все травмируются, естественно, потому что у детей любая травма может остаться надолго, так скажем. Чаще всего у нас дети ударяются головой, что в качестве пассажиров, что в качестве пешеходов. И, соответственно, травма головы самая непредсказуемая. Если сегодня мы себя чувствуем нормально, то завтра, послезавтра, через две недели у ребенка может быть. А иногда и через два года. Через несколько лет может проявиться все это. Да, это все может сказаться. Ну, конечно, радует то, что все-таки родители стали пристегивать детей. Второй вопрос возникает, как они это делают. То есть детское автокресло обязательно должно подходить по росту, весу ребенка. Если ваш ребенок достаточно взрослый, ему уже больше семи лет, у нас имеется возможность уже ребенка перевозить не в детском автокресле, а с помощью каких-то других удерживающих систем или просто пристегнуть штатным ременом безопасности. Ремень ни в коем случае не должен болтаться на шее ребенка, не должен проходить через какие-то места, которым может причинить биттравма. Четко через плечо, посредине тела, наискосок, так, чтобы он действительно его держал. Второй момент. Детское автокресло, оно должно быть обязательно зафиксировано. Если вы просто ставите автокресло на заднее сиденье, пристегиваете мыслов, нет никакого. Это даже хуже еще, да? Да, 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 совершенно верно. И у нас, к сожалению, были даже смертельные случаи с детьми, которая находилась, вот девочка, в автокресле, но кресло не было зафиксировано, и родители, упав на ребенка, просто придавил его, и ребенок погиб. Какой ужас. Это даже хуже, чем если бы он просто сидел, вот, был обычным и в нем пристегнутый. И, между прочим, вот смотрите, вот я просто замечаю иногда, когда вызываешь вот такси, говоришь, что с ребенком едут, да? Приезжает такси, достает из багажника кресло, просто ставит его, потому что, ну, требуется, да, чтобы было. Ну, потому что наличие требуется, а пристегнутый или нет, не проверяется. Да, 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 наличие требуется, но никак он его не фиксирует. То есть, получается, я вот как раз и говорил несколько раз, что давайте просто мы его пристегнем, это будет гораздо спокойнее. Да, и вот мы, если брать категорию детей-пассажиров, то чаще всего это дети до семи лет, малыши. Травмируются. Травмируются, да, это категория как раз до семи лет, и даже в большей степени до шести, потому что семилетки тоже первоклассники у нас идут, а вот шестилетки как раз-то малыши. Да, до школьников и детских садов, поэтому мы очень много внимания уделяем этому вопросу, и ходим вот в перинатальный центр, и сейчас как раз у меня сотрудники там разъясняют, как правильно пристегнуть, вы знаете, парадокс. В перинатальном центре кому? Мамочкам. Мамочкам, вот только-только-только, да? Да, обязательно. А малышей, совсем малышей, их тоже надо перевозить? Конечно, конечно, автолюлька, поэтому мы работаем, начиная с перинатального центра, и вы знаете, я не знаю, даже, наверное, каждый, ну, не знаю, из десяти человек только один сможет правильно пристегнуть ребенка, потому что вот когда просишь их просто подойти, подходим. А там, то есть и практические занятия идут тоже, да? Конечно, то есть сначала мы рассказываем, как это, затем выставляем автолюльку, автокресло, бустер, и у нас мамочки подходят и пробуют пристегнуть ребенка. Как вы знаете, не с первого раза все соображают, что в замок вставляются одновременно две эти штучки железненькие, все пытаются по очереди и так далее. Когда уже не опробовали это на куклах, там, на игрушках у нас, тогда они уже более-менее спокойны. Также точно мы проводим занятия в детских садах в утренние и вечерние часы, когда родители приводят, выставляем автокресло, чтобы они попробовали пристегнуть ребенка. Смотрим, подъехали родители или не подъехали с автокреслом, без автокресла, обязательно хвалим их за то, что они приехали в автокресле, детей хвалим. Понимаете, дети, они же тоже такие, контролирующие органы-то очень хорошие. Ну да. И в следующий раз, если вам... Мама, почему ты переходишь дорогу на красный свет? Замечательно, если у нас дети вот такие вот грамотные, хорошие. Мой просто, когда садится в машине, не разрешает трогаться с места, пока не проверит, все ли пристегнутые. Молодец. Вот так должны все дети себя и вести. Поэтому, к сожалению, не с такой частотой, как с детьми мы можем проводить занятия с родителями, но родительские собрания в обязательном порядке проводятся. И вот буквально недавно, в день семьи, 15 мая, мы проводили общее областное родительское собрание в режиме вебинара в 6 часов вечера. И любой родитель, который подключился к нам или целая школа подключались... По интернету. Да, по интернету. Мы отвечали на любые вопросы, которые были нам заданы. У нас присутствовало около полутора тысяч родителей на этом вебинаре. То есть мы работали с психологом. Обязательно они рассказывали, как дети воспринимают дорожную ситуацию с точки зрения психологии. У нас был уполномоченный по правам ребенка Кировской области. Ну и, соответственно, на собрании присутствовала я. Больше вопросов, конечно, было о том, как пристегивать детей, какие ошибки дети допускают, сколько можно, со скольки лет на велосипеде, на мотоцикле и так далее. Но это тоже очень полезный опыт. И я думаю, что в сентябре месяце, в начале нового учебного года, мы тоже проведем еще такое же родительское собрание. Давайте мы еще немножко расскажем о том, будут ли в ближайшем летом или в ближайший месяц проводиться какие-то акции профилактические в Кирове. Да, обязательно. Вот сейчас, в конце каждого учебного года, мы проводим такие профилактические мероприятия, как «Внимание, дети!». Они закончатся у нас 10 июня, начались 21 мая, и сейчас очень много проводится как раз вот таких вот профилактических, пропагандистских, просветительских мероприятий. Естественно, что в конце учебного года во всех школах прошли минутки безопасности. Это каждому ребенку персонально было напомнено о том, как он должен вести себя на дороге. Чаще всего у нас дети в летний период бывают пешеходами, велосипедистами, когда предоставлены сами себе. О пассажирах мы уже поговорили. И здесь мы напоминали, естественно, детям о ловушках, которые могут подстерегать их на дороге. Ну, в первую очередь, первая ловушка, и почему чаще всего дети попадают в ДТП, это переход в прежней части в неустановленном месте. Чаще всего это связано с копированием поведения взрослых, к сожалению. Поэтому здесь мы, родители, говорим о том, что они должны каждое утро напоминать своему ребенку о том, что он должен быть внимательным и осторожным. Каждый родитель, любой взрослый должен помнить, что всегда за ним следят детские глаза. И даже если своего ребенка нет рядом, он ни в коем случае не должен нарушать закон, чтобы подавать дурной пример для ребенка. Ну, потому что на улице все равно кто-то есть, детишек, они смотрят, а дяденька пошел наискосочек улочку пересекать там по своим делам. Да, если вот у взрослого все-таки существует какой-то шанс остаться живым, перебегая дорогу. Ну, потому что он более внимателен, конечно. Да, то у ребенка этого шанса нет. Тут взрослые начинают анализировать ситуацию на дороге примерно за 5-10 секунд, подходя к проезжей части. Ребенок, только ступив на проезжую часть, начинает об этом думать. Мария, да я вот честно езжу, я наблюдаю ситуацию совершенно вопиющую, на мой взгляд. То есть есть пешеходный переход нерегулируемый, допустим. Ребенок, ну, ребенок, подросток, ступает на этот пешеходный переход, идет медленно-медленно в ушах наушники, перед глазами телефон. То есть он вообще никуда не смотрит, кроме этого телефона. И, честно говоря, вот мне в этот момент жутко становится, потому что ладно бы он был собран, готов, переходил дорогу. Понятно, что это пешеходный переход. Дети воспринимают, видимо, его как зону безопасности, при этом не понимая, что вот он маленький, его могут не увидеть, кто-то будет поворачивать из-за машины стоящей, еще как-то. Да, совершенно верно. К сожалению, вот последние пять лет проблема ДТП с детьми на пешеходных переходах у нас выявляется все острее и острее. Количество подобных ДТП возрастает. Если мы все-таки добились того, что дети знают, что надо переходить по пешеходному переходу, сейчас вот уже целый год мы отработаем над тем, что как нужно правильно это делать. То есть в первую очередь нужно убрать все гаджеты, абсолютно. Любой пешеходный переход – это тоже зона повышенного риска. У нас дороги предназначены для машин. И если вы идете даже на разрешающий сигнал, светофор, ни в коем случае нельзя бежать с ламя голову. Нужно все равно остановиться и посмотреть, все ли успели транспортное средство затормозить, все ли вас видят и все ли вас пропускают. Потому что, к сожалению, не исключение у нас и пьяный водитель за рулем, не исключение и лихачи какие-то, и не исключено также техническая неисправность транспортного средства. Да, просто невнимание даже. Да, даже невнимательность, обычная невнимательность. Вот, и поэтому детям, мы, конечно, рассказываем об этом, говорим, но еще раз повторюсь, что самый главный пример для детей – это их родители. Чтоб не говорил педагог, чтоб не говорил сотрудник госавтоинспекции, самый главный пример, естественный повод для подражания – это папа и мама. Если папа и мама вот так и делают, как мы, кстати, нередко видим на велосипедах, например, проезжает, проезжая часть мама с ребенком. Да, да, и начинает болтать по телефону, и коляску катят, и сзади, и спереди, и не видят никого, и не замечают. Поэтому у меня убедительная просьба, прям призыв – давайте будем любить своих детей, и давайте будем сами соблюдать правила дорожного движения. Ну что, небольшая реклама? Небольшая реклама, и мы вернемся. Детей на дорогах Особо опасные места, в том числе нерегулируемые пешеходные переходы. Совершенно верно. Да, да, да. Вы как-то совместно с ними работаете по этому направлению? Да, мы работаем очень плотно уже с Владимиром Валерьевичем на протяжении нескольких лет. И скажу вам больше, у нас уже лет пять, наверное, в каждой образовательной организации существует паспорт дорожной безопасности. Паспорт дорожной безопасности включает в том числе маршруты безопасного передвижения детей от дома до образовательной организации. Он в бумажном виде существует или в электронном? То есть ребенок может посмотреть на эту карту? Да, у каждого. Вот смотрите, карта вывешивается в школе. Обычно этот безопасный маршрут. Она общая. Но в начале сентября каждый ребенок составляет для себя свой безопасный маршрут передвижения. Вместе с родителями, вместе с педагогами. Он прям прописывает для себя. Вклеивает его в дневник. Кроме того, есть очень интересная форма вот этих маршрутов в виде интерактивной игры, например. Мы уже этим опытом работы делились на наших семинарах. Это очень здорово, потому что ребенок выбирает маршрут. Вот хочу, иду направо, ему показывают сразу безопасный маршрут. Иду налево, безопасный маршрут. И на этом маршруте указываются те опасные участки, где может подстерегать опасность. Ну, например, дворовые территории, тихие улочки у нас, да, кажется безопасно, но по ним тоже ездят машины. И не всегда со скоростью 20 км в час. Там даже как раз опаснее, потому что нет привычки к тому, что машина может неожиданно появиться и промчаться. Мы поэтому и родителям тоже напоминаем, что уже перешагнув порог подъезда, вы становитесь участником дорожного движения. Уже тут нужно быть внимательным. И по дворовым территориям тоже ездят иногда. Дальше. Выход из объекта какого-то, который закрывает обзор. Это кусты, это транспортные средства и так далее. То есть мы вот эту паспорт дорожной безопасности совмещаем вместе с теми опасными участками, которым, ну, где может грозить еще ребенку опасность. Там открытый колодец, например, собаки. Где-то какая-то такая, ну, страшная, так скажем, улица. Ну, скажем, если зимой, там, может, там, нависающий снег, сосульки, сугробы и так далее. То есть вот это все вместе сочетается. И, как сказал Владимир Валерьевич, к первому сентября это будет готово. Мы это все отсмотрим, все это согласуем в обязательном порядке. Начинаем мы с города Кирова. В городе Кирове будет готова как раз вот школа города Кирова. А дальше, посмотрим, может быть, перейдем и на область. Но у нас, по нашей линии, в каждой школе во всей области у нас есть такие паспорта дорожной безопасности. И они обновляются постоянно, да? Если новые опасности появляются, они на этой карте тоже. Мария, смотрите, вот это хорошо, когда школа просто, ну, по месту жительства, когда вот наши лицеи, там, Кэппл, тот же, там, физмат, лицеи, там, ВГГ, где дети со всех совершенно уголков города, у них же абсолютно у каждого свой массажа движения. Не всегда их возят на машине родители. Поэтому я и говорю, что в сентябре месяце у нас каждый ребенок делает свой индивидуальный маршрут. То есть есть общая схема микрорайона, подходов к школе, как безопасно добраться, там, от остановки, например, где пешеходные переходы от каких-то домов микрорайонщика. А кто приезжает издалека, то есть они, понятно, уже на остановке и захватывают это. Плюс они просматривают свои маршруты. То есть я вышла из дома, ну, например, на Зональном и поехала в 28-ю школу. Вот я сажусь на остановку, вот это ближайшая ко мне, нигде не надо переходить проезжую часть и так далее. 28-я школа, это удобный вариант. Это можно напрямую стоять, чтобы в голову пришла просто. Да, понятно, все, взять тоже ВГГ, где у них улица Свободы, и там как раз вот ни одной остановки-то нет, и общественного транспорта на улице Свободы у нас вообще нет. И пешеходных переходов там нет. И пешеходных переходов немного. Там есть места странные такие, есть, но немного. Ну, мне кажется, там регулируемых, да, их там мало. Нет, регулируемых, там есть, по-моему, парочка светофоров появилась. Вот поэтому педагоги вместе с инспекторами, они продумывают эти маршруты и смотрят. И мы всегда говорим, что безопасный маршрут не обязательно самый короткий. Не обязательно. И родителям также точно рекомендуем. Вот даже не берем 1 сентября, берем сейчас, у нас дети пошли в лагеря. Тоже пошли в разные пришкольные лагеря. Может быть, лагеря не в той школе, в которую вы ходили. Соответственно, сейчас вот в первые дни, в первую неделю этой лагерной смены также точно ребенок должен продумать вместе с родителями свой безопасный маршрут передвижения. Да, мне кажется, лучше и пройти вместе с родителями. Обязательно, нужно пройти с родителями. А потом я бы рекомендовала прям посмотреть, как ребенок идет издалека. То есть где-то метров 20-30 посмотреть, как он считает ли ворон, когда идет. Но он все равно ворон-то считать будет, никуда же он не денется, он все равно ребенок. Ну, пусть считает это на тротуарах, в безопасном месте. Да, вот главное посмотреть, где он будет их считать. Да, и когда переходит в проезжую часть, убрать все гаджеты, сосредоточиться. То есть ребенок должен на несколько секунд остановиться все равно перед переходом проезжей части. Даже если он очень торопится, если что-то, ну, какие-то действия необходимо совершить или отвлекся на что-то, но у него до автоматизма это должно быть доведено. Подхожу к краю проезжей части, встаю. Вот он встал автоматически и потом вспомнил, ага, здесь же проезжая часть. И начал смотреть уже по сторонам, смотреть, идет транспорт, не идет и все. Но то, что он должен остановиться, вот это вот на автомате должно быть. И это выработать можно только с родителями. Я сегодня наблюдаю огромное количество просто вот таких детских групп в ярких жилетках, которых, видимо, ведут на какие-то мероприятия педагоги, преподаватели. Если мы говорим о детских летних лагерях в школах или в каких-то образовательных центрах, сертификации, обучение какой-то педагогов, которые с детьми будут работать ближайшим летом у вас было? У нас обязательно проходят курсы повышения квалификации педагогов на базе Института развития образования. И все эти педагоги, которые занимаются обучением детей навыкам безопасного поведения, они обязательно эти курсы проходят. А если это просто классный руководитель, вот или в начальной школе, там классная мама, условно говоря? Им даются... Тьютер еще у них. Тьютер, но это уже в Янской гуманитарной гимназии. Им даются методические рекомендации. То есть мы с точки зрения, так скажем, госавтоинспекции смотрим, чтобы все было правильно. Никаких там мостовая, постовой, как обходить автобус спереди или сзади. Уже давно такого нет, все должны помнить. Вот и так далее. Мы их регулярно проверяем. Ну а с точки зрения методики преподавания, это уже дело педагогов, так скажем. Ну и рекомендуем тоже нам показывать эти мероприятия. И какие-то новые формы обязательно даем. У нас очень плотная связь с Министерством образования, с Институтом развития образования, который нам в этом плане очень помогает. Мы проводим такие же вебинары, занятия, где показываем лучших педагогов, как они проводят уроки. Вот прям снимаем эти уроки и транслируем. И в детских садах, и в начальной школе, и в среднем звене. Плюс у нас была разработана специальная программа для юных инспекторов движения, для целого класса. Это Власова Светлана Алексеевна, школа номер 11. Эта программа признана лучшей в России. Это новая школа, которая в микро-юнизиновую, да? Они до этого работали в 70-й школе, и там были открыты первые два класса юид специализированной. Дети занимаются по спецпрограмме. И вот эта программа, она была разработана педагогами, нами рецензирована была. Направлена еще в прошлом году тоже в Министерство образования и науки Российской Федерации. Светлана Алексеевна ездила с нами в Ульянск, выступала на совещании. И министр прямо с восторгом сказал, что это просто великолепно. Плюс они разработали специально адаптированные для Кирова методические пособия, где дети в тетрадочках могут создать безопасный маршрут движения, отвечать на какие-то вопросы, решать практические задания. То есть это очень интересный опыт работы, и мы все время руку на пульсе держим. Ну что, я думаю, тут еще мы должны вот о чем поговорить. Мы все говорим о таких мерах воспитательных, профилактических, обучающих. Аня-то уже начинала такую тему, а вот какие-то акции-то летом будут такие уже практические? Давайте назовем это не акции, акции, а то, о чем мы как раз говорили. Это уже специализированные рейды. Рейды, да. То есть, к сожалению, на наших родителей лучше всего действует кнут. Так скажем, пряником мы работаем тоже. Я сразу так зашевелился, как родитель, да? В ожидании кнута. Если дети перевозятся без детских удерживающих устройств, без ремней, не пристегнутой ременью безопасности, конечно, мы будем наказывать. Штраф за данное нарушение составляет 3000 рублей. То есть это не только в городе будет проверяться? Это будет на выездах из города? Да, на выездах из города, на постах. Вот в ближайшее время обязательно такие рейды пройдут. И они будут проводиться, еще раз повторюсь, регулярно в течение лета. Обязательно инспекторы будут смотреть за тем, как перевозятся дети. И в форме сплошных проверок, и в форме просто рейдов. Но сплошные проверки, напомню, когда мы останавливаем практически каждое транспортное средство. Так мы делали в течение учебного года, проверяли ряд школ. Каждое транспортное средство, в котором есть ребенок, или вообще каждое? Ну, к сожалению, не всегда увидишь ребенка, особенно мелкого-то как его увидишь. Поэтому останавливаемся. Если нет ребенка, счастливого пути, даже документы не проверяем. Если есть ребенок, и он пристегнут, проверяем, как пристегнуто кресло, как установлено кресло, как ребенок пристегнут. Если все в порядке, тоже счастливого пути. Если нет, тогда, извините, составляем протокол. И сразу штраф? И сразу штраф, конечно. То есть предупреждение, вот это вот в случае с детьми, это не работает? Это вообще не работает у нас в ряде нарушений. А дети, тут даже говорить не о чем. Просто вы сами рискуете жизнью ребенка своего. Вы садите ребенка в машину, не пристегивая его ремнем безопасности. То есть вы заранее его же обрекаете на какую-то опасность. Здесь вообще никаких разговоров быть не должно. Если помните, мы в апреле очень плотно работали в течение двух недель у ряда образовательных организаций. Это было выбрано 8 детских садов, где дети чаще всего попадали в дорожно-транспортные происшествия по итогам анализа. И было выбрано порядка 10 пешеходных переходов, где чаще всего происходили ДТП с детьми. И там вот мы дежурили в течение нескольких дней. То есть когда дежуришь около одной образовательной организации и несколько дней, люди начинают привыкать. И уже делать нечего. Все уже, все пристегнуты, все уже хорошо. Потом переходим к другим образовательным организациям и так далее. А в летний период все-таки чаще всего мы будем обращать внимание на трассы, как детей везут. А ваши юные юидовцы летом будут ли задействованы во всех этих мероприятиях? Ну, сейчас они у нас отдыхают. Мы только что вернулись со встречи с начальником, с время начальника управления госавтоинспекции. Это по возвращении из Краснодара? Да, из Краснодара. Вот мы буквально только что вернулись вчера. И вот сегодня он уже их поздравлял, напутствовал, благодарил и так далее. И сейчас они сказали мне, что разряжаются в лагеря. В загородные. Да, в загородные лагеря. Но это четверо только. А в целом у нас, еще раз повторюсь, 180 отрядов юид по всей области. Конечно, юидовцы будут задействованы. То есть также точно они будут выходить с нами в рейды, проводить эгид-брикады, ходить в детские сады, напоминать тоже, и детишкам маленьким. И выезжать, может, в какие-то небольшие населенные пункты со своими выступлениями, с рейдами. Это обязательно тоже будет. Понятно. Ну, что можно сказать? Будем надеяться, что это лето будет менее травматичным, да? Ну, будем надеяться на то, что родители будут внимательны, и дети будут внимательны. И, да, ДТП с участием детей будет меньше. И еще один момент. Вот тоже родители очень любят покупать различную технику детям. И вот квадроциклы, на которых любят усаживать своих детей, это, нужно сказать, самый опасный вид транспорта. Слушайте, я даже не видел. Я не видел детей от квадроциклов. Есть, бывают такие случаи. У нас есть дорожно-транспортное происшествие, когда родители дарят квадроциклы, не думая о том, что это достаточно мощное транспортное средство. Если ребенок переворачивается на нем, в лучшем случае это тяжелейшая травма, в худшем случае это летальный исход. Ну, это же, ну, вот я видела, вот их вот, они же вот, это же танк. Да, это же танк, да. Они огромные, но вот неразумные родители у нас есть и такие, которые прям разрешают, и даже в объяснении их пишут, что я подарил ребенку. Помните о том, что если оно принадлежит транспортному средству, на него должно быть водительское удостоверение. Если вы осознанно передаете транспортное средство лицу, не имеющему водительское удостоверение, то, извините, вы будете привлечены к административной ответственности, к достаточно жесткой. Так ладно, ответственность, ребенок просто травмируется. Ну, вот говорим, говорим о том, что самое главное это здоровье детей, но, к сожалению, не все понимают, поэтому и кнут здесь в этом случае очень даже подойдет, я думаю. Ну, вот видишь, как мы узнали про квадроцикл, про моноколесо, понимаешь? Я никогда не думал про это моноколесо и про правила движения на нем. Ну, что, спасибо большое, Мария. Спасибо большое. Удачи вам этим летом и всем нам тоже. А мы встретимся уже в следующей программе. У нас будет культ поход. У нас будет культ поход. У нас будет культ поход.